здравствуйте сегодня у нас на обзоре необычное устройство почему потому что во-первых сварочный аппарат для оптоволокна штука сама по себе достаточно нетривиальная во вторых сварочный аппарат lsintech swift f1 который собственно мы сегодня и хотим представить резко отличается от конкурентов на рынке как техническом так и функциональном плане но прежде чем приступить детальному обзору устройства хочется сказать несколько слов о компании производителя компания lsintech была создана в начале 80-х годов в южной корее и занималась производством широкого спектра высокотехнологического оборудования ходе своего развития в девяносто девятом году компания приступила к производству оборудования для обработки и обслуживания оптоволокна свой первый сварочный аппарат компания создала в 2007 году также кроме сварочных аппаратов компания создает оборудование сопутствующие скалыватели термостриперы сейчас в модельном ряду компании есть весь спектр сварочных аппаратов как для одно так и для многомодового волокна с одним из представителей модельного ряда мы сегодня познакомимся подробнее ну что же приступим к обзору устройства начнем с комплектации традиционно для любого сварочного аппарата в комплектацию ударопрочный кейс в котором помещается вся периферия а также он может служить столом для сварочника внутри кейса мы обнаружим следующее это аксессуары для сварочного аппарата запасные электроды док-станция для заряда батарей и блок питания диск 100 многофункциональный пинцет и кисточку для очистки корпус сварочного аппарата создан из алюминия и жесткого пластика вес устройства составляет полтора килограмма при желании его можно удерживать одной рукой на дне находится резьба для крепления на переднем торце находятся две съемные батареи что немаловажно их можно использовать по отдельности то есть при нужде одну можно заряжать а вторую использовать в качестве питания сварочника емкость батареи 1400 миллиампер возле дисплея находится блок клавиш управления устройством рабочая зона состоит из таких элементов это зона сварки это термо стрипер это автоматический скалывать и печка и емкость для спирта на левом торце находится мусорник для осколков проведем демонстрацию возможностей сварочника на практическом примере использования применение термо стриппера минимизирует повреждение волокна во время зачистки качественная очистка волокна от загрязнений залог успешной сварки скалывание производится одним движением за счет возвратного механизма осколки попадают специальную емкость в зоне сварки следует обратить внимание на очистку желобков как и очистка самого волокна это ключевой момент качественной сварки печка оснащена съемными насадками под разные типы кабеля и коннекторов теперь давайте внимательно проследим за работой инженера он подробно продемонстрирует все этапы сварки это очень важно потому что алгоритм процесса не традиционный первое зачистка кабеля и установка волокон далее следует зачистка волокна очистка стриппера от остатков изоляции очистка волокна спиртом очистка волокна спиртом скалывание очистка очистка желобков установка волокна те же операции проводятся и с другим волокном вдвоем ну ну Сварка волокна. И, наконец, с помощью печки и специальной гильзы инженер защищает место сварки. Давайте проанализируем основные возможности Swift F1. Его достоинства, недостатки, а также сферы применения. Здесь уместным будет сравнение сварочного аппарата с автомобилем. Если Fujikura FS60 это скорее громоздкий внедорожник, то Swift F1 это городской компакт. Использовать его в качестве основного устройства при прокладывании магистральных линий нецелесообразно. Но в условиях монтажа локальных сетей, например, в высотных домах, это устройство незаменимо. Производитель очень точно попал с позиционированием устройства. За очень разумную цену покупатель получает сварочник в швейцарский нож. Он сверхкомпактен, при этом максимально функционален. Стоимость Swift F1 попадает в сектор, где основными игроками раньше были только китайские производители. Тот же DVP. Но сейчас у них появился очень серьезный конкурент. Благодарим за внимание. Подписывайтесь на канал Мастерам ТВ. Мастерам ТВ. Мастерам ТВ. Субтитры создавал DimaTorzok